МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте и добро пожаловать на Кто Хочет Стать Игроманом. Уникальное в своем роде явление, которое совмещает в себе почти несовместимые вещи. Эрудицию, логику и видеоигры. А также в нашем проекте можно ухватить отличный главный приз. Три игры за 2000 рублей на ПК в Steam. Поэтому, если вы уверены в себе и готовы побороться хотя бы за какой-то приз в нашем древе, то группа ВКонтакте, группа в Steam и канал в Discord к вашему распоряжению. Просто нужно прочитать правила, подать заявку, и вы автоматически попадаете в кресло игрока. А наш сегодняшний участник очень много о себе интересного рассказал в анкете. И если ее прочитать, то он достаточно разносторонний. Так вот, как он самый выразился, он увлекается видеоиграми лишь иногда. Правда ли это на самом деле? И если да, то почему так произошло? И не помешает ли ему это сегодня выиграть приз? Давайте узнаем у Алексея Лапшинова из Пушкина, Московская область. Приветствую. Здравствуйте. И во-первых, скажу вам сразу большое спасибо за подробнейшее описание вас как человека в анкете, потому что не все так подробно о себе могут рассказать. Если в прошлом выпуске у нас был вообще участник, который написал про себя ультра-краткую анкету, то про вас сказать, что вы краткий человек, язык не повернется. Ну, у меня всегда это выдается в главных подробностях. А то, что увлекаясь играми, это раньше, да, иногда это самое, я увлекался, так как у меня оборудование самое совершенно небодоспособное, это абсолютнейшая правда была. А так как сейчас я уже более сильно успокоился, это самое, я обзавелся новым оборудованием, то теперь уже стал уже гораздо чаще в это играть, ну и в триме тоже. Ого. Да. Я вот заметил, вы человек ретро-стиле в компьютерном мире. Казалось бы, 22 года, вроде бы такой небольшой возраст, а играли уже с помощью хотя бы эмуляторов, но и в Dendy, и в Sega, и в Super Nintendo. А чем вас, чем вас конкретно увлек так ретро-гейминг? Ну, во-первых, я могу сказать, что Dendy у меня в детстве было, как и Sega. А помимо этого еще и геймбой аддонс тоже в детстве был, и PlayStation 2. У меня как раз таки сейчас они и находятся. А вся вот эта вот любовь к ретро-геймингу, я хочу сказать спасибо отдельно Павлу Гринёву, он же киноман. Именно благодаря нему я узнал много о Dendy и развлечениях 90-х годов. Вот, и почему... Именно поэтому я и увлекся ретро-геймами, ретро-играми, и начал их стримить. Вот. Ну, это правда еще в том году осенью. И с тех пор я и увлекаюсь. Помимо этого я еще... Помимо ретро-игров я еще это самое... Увлекаюсь еще современным. В данном случае я обожаю виртуальный автоспорт, вот в данном случае на SCAR, Formula 1, да, и... в ралли, скажем так. Какое из гонок последние проходили? А последние я проходил на SCAR 2013. Ну, кстати, по-моему, вот предыдущие на SCAR, как раз таки годов 13-х, 14-х, 15-х, называют одни из самых лучших. Сейчас это уже однотипные игры. Тоже так же, но если формула, допустим, вот возьмем формулу, да, а если формула у нас с каждым годом старается все больше эволюционировать, то вот на SCAR что-то вот он как-то вот как был в 2019-м такой же, так же и в 2023-м в него играешь, и он-то абсолютно такой же. Ну да, я обратил, кстати, внимание, когда я первый раз запускал на SCAR HAT 3 2019 года, да. Это я обратил совершенное внимание. Список игр, которые вы упомянули в анкете, на самом деле поражает, потому что, вот опять же, да, ссылаясь к тому выражению о том, что вы иногда занимаетесь компьютерными играми, но при этом знаете достаточно много различных проектов. Как вы вообще, вот тогда, когда у вас было не самое хорошее железо, как вы знакомились с видеоиграми? Смотрели чьи-то стримы, может быть, читали новости, видеообзоры смотрели? Начнем с того, что у меня самый первый ПК еще появился в 2008-м году, и тогда я уже начал увлекаться. Вот, а уже потом, когда появился интернет в самом разгаре, я уже и начал регулярно смотреть летсплеи различные, меня будет какая-то игра заинтересует, я, в данном случае, можно его уже закачивать и обозреваю. Ну, это самое я играю и... И дела. Хорошо. Зачастую у нас в последнее время стали попадаться игроки, которые увлекаются написанием собственной музыки. Я так понял, вы тоже ей занимаетесь, да? Я, скорее всего, не автор песен, я, скорее всего, исполняю. В данном случае я исполняю песни группы Кино. А зачастую трогаю группы B2, DDT, Nautilus Pampereus, Aria и Alisa. Ну вот смотрите, вам, как к музыкальному человеку, такой вот вопрос. Почему все больше людей, ну, с каждым днем все больше людей стало увлекаться музыкой? Не только собственной, но и вот так, как вы увлекаетесь. Ну, скажем так... Ой, если честно, даже трудно ответить, потому что все это, там, и возможные варианты, может, оказываться верными. Поэтому трудно как-то уловить конкретный из них. Поэтому я затрудняюсь ответить, к сожалению. Хорошо. Переходим к правилам нашей игры. Они у нас не поменялись за три сезона. Все так же 15 вопросов. Три игры за 2000 рублей на ПК в Steam. Главный приз. Два независимых выигрыша на пятом и десятых вопросах. И три подсказки к вашему распоряжению. 50 на 50, помощь интерната и право на ошибку. Если у вас не осталось подсказок, и вы не хотите рисковать, вы можете всегда забрать выигры с предыдущего вопроса. Готовы? Абсолютно. Хорошо, и для Ксения Лапшинова начинается игра «Кто хочет стать игроманом». Ох, иначе... Первый вопрос, и... DLC за 15 рублей. Вот как он звучит. Как русскоязычные геймеры обычно называют игры вселенной God of War? А. Ежедневник. Б. Уикенд. С. Месячник. Д. Гадач. Таааак. Русскоязычные геймеры обычно называют вселенной God of War. Интересно. Ежедневник. Не подойдет. Месячник тоже не подойдет. Гадач. А вот, кстати, уикенд... Нет, не подойдет. Значит, ответ D. Гадач. И это правильный ответ. И это правильный ответ. Методом исключения работаем. Это же слегкие вопросы. Я что-то заметил, дорогие друзья, в этом сезоне как-то у людей, у игроков, которые у нас уже участвовали в этом сезоне, что-то как-то с логикой исключений туговато. Ребят, легкие вопросы. Хорошо, второй вопрос. Продолжаем. Что такое мид на игровом сленге? А. Середина карты. Б. Министерство игровых дел. С. Пароль от бомбы в КС. И. Д. Средняя кнопка мыши. Середина карты. Мидл. Это правильный ответ. Третий вопрос. Какое имя принадлежит главному герою культовая GTA 4? А. Николай. Б. Никос. С. Никита. Д. Ника. Ника. Ника Белик. Безупречно. Правильный ответ. Двигаемся дальше. Что вытатуировано на затылке агента 47? А. Номер банковской карты. Б. Штрих-код. С. Кьюар-код. Д. Имя любимой девушки. Штрих-код. Правильный ответ. Пятый вопрос, который при правильной ответе принесет вам первый низ граммовый выигрыш. Игра за 50 рублей. Какую лампу обычно используют блогеры, стримеры или тиктокеры? Чтобы был ровный баланс света. А. Квадратную. Б. Треугольную. С. Кольцевую. Т. Прямоугольную. Я полагаю, что круговую лампу они используют блогеры, стримеры или тиктокеры, чтобы был ровный баланс света. Так что я выбираю ответ С. И это абсолютно правильный ответ. Я не понимаю, как могут использовать квадратный, треугольный или прямоугольный. Это же как-то вообще неравномерно, я бы сказал. Ха-ха-ха. А вы вообще следите сейчас за новинками? Ну, в редкости я слежу. Вот в данном случае я вот жду, когда выйдет наследие Хогварт. Потому что я... Да, я это самое... Я обожаю это самое игры по Гарри Поттерам. И это абсолютнейшая правда. Я, опять же, его стримил. Ну, только первую часть. Дальше у меня какие-то проблемы были. Вот я хотел как раз-таки продолжить еще со второй части Тайной комнаты. Она... Кстати, я могу рассказать вам тайну. Давайте, пожалуйста. Что я хочу рассказать. А я этой игры боялся. Ха-ха-ха, серьезно? Абсолютнейшая правда. Я арахнофоб, и поэтому... А-а-а. Пауков, и у меня... Но тогда... Тогда, да. Тогда раньше не писали о том, что... Может быть, там, пауки, там, и тому подобное. Да. И после встречи с Арагогом, у меня это самое... Просто выбило меня из кореи. И я это... На долгие годы я забыл про эту игру. Но так как уже сейчас у меня цикл этого стрима у меня уже... Запустилось, поэтому у меня это... Судьбы не избежать. Поэтому... Рано или поздно мне придется с ним сталкиваться любой ценой. А когда вы проходили первый раз... Гарри Поттер, вот, именно с пауками? О-о-о, я не помню. Вот, сказать по правде. Это очень давно. Ну, где-то в десятых годах точно. М-м-м. Ну, я думаю, за 10-то лет... За 15-то лет все это испарилось. Дай бог хотя бы. Вы будете уже знать, что там есть пауки. И вас уже это не так сильно испугает. Ну, дай боже. Благодаря просмотру Форда Боярда я уже забыл про арахнофобию. Понятненько. Ну да, Хоббарс Легаси на момент записи, друзья, чтобы вас ввести в курс дела. На момент записи она еще не выше. А вот когда вы уже смотрите, она уже вышла и все уже прошли. Ну что ж, окей, идем дальше. Шестой вопрос, который при правильном ответе принесет вам DLC за 80 рублей. Все подсказки на месте. Какое название имеет космический корабль, на котором происходит событие первого Dead Space? А, Киллион, Б, Ганнибао, Ц, Ишимура, Д, Настрома. В Dead Space я вот играл как раз. Только вот насчет названия корабля и не зацикливался. И вот не так давно вышел ремейк первого Dead Space. Ну, ну да, я вот по большей степени предпочитаю такие вот старые версии, а не ремейки. Ну вот это... А, именно, обычный Dead Space вышел в 2008 году. 2008? Интересно. Ишимура. Ну, если игра выходила в Америке, тогда она точно исключается, потому что это по большей степени японское название. Она выходила во всем мире, эта игра, не только в Америке. Ну, ну да, это... Нет, я имею в виду то, что в разработке, если она и шла. А то, что выходила по всему миру, да, это заметный факт. Киллион, Ганнибал. Нострома. Интересно, интересно. Три подсказки к вашему распоряжению? Да, давайте, пожалуй, возьму 50 на 50. Хорошо. Игорь, вперед, подсказку 50 на 50. И наша задача, это правильно, убрать два неверных варианта ответа. Ганнибал или Ишимура? Все-таки логично было. Ганнибал, Б. Окончательный ответ? Может, еще подумаем? Вы вообще, в Death Space, вы хотя бы видели какие-то ролики? Какие-то обзоры на эту игру? Я... Я как раз-таки видел, но совершенно немного. Даже играл немножечко, вот сказать по правде. Поэтому, да, и поэтому я... Если вы играли немножечко, вы должны были быть в курсе, потому что это название упоминается еще с самого начала игры. А мне все равно терять нечего, поэтому я отвечаю Б, Ганнибал. Окончательный ответ? Да. Я ничего не теряю, дай бог с ним. Игра есть игра. Хорошо, ладно. Ответ принят. А можно поинтересоваться, почему вы все-таки склонились к Ганнибалу больше? Ну, в данном случае я... Вот из выбранных вариантов... Из Шимура. Ну, мне вот кажется, что как-то незвучно это, там, из Шимура. Ну, я... Вот, по большей степени, я никогда вот не слышал. Угу. И из этих перечитов, мне вот только Ганнибал, это самое, только отбралось в глаза, больше никак. Ну, давайте расскажу о Киллион, который у нас был под А. Это ремонтный челнок в Death Space был такой. Понятно. Настрома, это станция, на которой происходит событие Alien Isolation. Игра такая есть, она вышла в 2014 году. Ну да, слышал. А вот Ганнибал, это и вовсе корабль из Quake 4. Правильный ответ, С, Ишимура. Понятно. Ну ладно. Я удивлен, я удивлен, что вы рискнули. Можно было, смотрите, можно было даже взять вторую подсказку в таком случае, но вы что-то решили прям долбануть на Абу. Да, я говорю, терять-то нечего. Дай бог, что я быстро-то вылетел. Ничего. А чё так, дай бог пусть... Ну, я вот на самом деле, наверное, зрители, которые смотрят, кто хочет стать игроманом, наверное, думают, что ведущий, наверное, просто так берёт, сливает участников там, да, вот такими иногда заковыристыми вопросами. Дорогие друзья, я наоборот рад буду, если человек дойдёт до 15 вопроса и выиграет в нашей игре. Потому что нас ещё за три сезона, ну, ни один человек не выиграл. Был только 1.15 вопрос. Но... Ничего. Блин, вот я в очередной раз убеждаю себя в том, что почему-то человек, который приходит в нашу игру, он больше любит рисковать. То есть, это уже показали и предыдущие игроки в этом сезоне, и предыдущие игроки вообще в предыдущих выпусках нашего проекта. Поэтому, как вот вы считаете лично, вы вообще сам по себе вот в жизни рисковый человек, вот не учитывая участие в кто хочет стать игроманом? Ну, я в жизни даже это самое рисковое, я даже не думаю совершенно. То есть, я рисковать вообще не люблю. То есть, и на благо здоровья, и на благо всего. А, и вот если на интеллект, да, то... А я считаю, что на интеллект у меня особо затерять-то нечего. Ты, главное, это самое проявил... Ну да, я знаю, что это самое, хоть и мало проявил себя, да, и как-то с позором, скажем так, я вылетел на шестом вопросе. Да и... Знаете, бог с ним. Я бы сказал, что вы выступили не очень хорошо, но не сказать бы, что с позором, потому что с позором обычно уходят игроки без ничего, но у вас игра за 50 рублей. Ну... Хотя так, хотя так хорошо шли, так хорошо шли на начальных вопросах, но... Что уж поделать. Вот знаете, это самое, вот когда прозвучал первый вопрос про God of War, я сперва, это самое, у меня как-то билась система. Вот. А потом только до меня сейчас дошло. Я вроде на второй плойке еще играл, это самое, вроде гад. Бог. Год. Ё-моё, чё я такого тупил-то? Ладненько. Желаю вам удачи в дальнейших ваших начинаниях, и не только, и... Проходите все больше и больше игр, не только старых, но и обязательно новые. Спасибо большое. Удачи. Ну а мы с вами переходим дальше, дорогие друзья. А следующий наш участник — Хардкорщик. Вы спросите, почему? А я вам отвечу. Он заядлый фанат жанра Souls-like, а еще его смело можно отнести к тем, кто начал свою игровую карьеру с легендарных, так уже сказать, игр. Поприветствуйте Василия Кучерука из Волжский. А вот сейчас-то мы и узнаем, какие игры в жанре Souls-like у него самые любимые. Приветствую Вас. Да, всем привет. Да, расскажите, все-таки, какая игра в жанре Souls-like у вас одна из самых любимых? Ну, самая любимая, скорее, Bloodborne, которая эксклюзивная, самая боевка интереснее и лор более интересный. Но в целом, мне, в принципе, одинаково примерно все нравятся. Вот. А тогда, раз уж идти от обратного, какая самая худшая? Dark Souls 2. Это, как и у всех, Dark Souls 2, но отменяющая Elden Ring из последнего. Интересно, даже пока вас не закидали наши зрители помидорами, расскажите, почему все-таки Elden Ring для вас одна из самых худших? Ну, по-моему, в принципе, она не особо работает именно в открытом мире, то есть открытый мир ей мешает. То есть в целом эта, как игра, все равно довольно хорошая, но если сравнивать, например, с Bloodborne, Sekiro с третьим соусом, на мой взгляд, она послабее будет. Но я не претендую на истину, как и всегда. Вы писали, что одна из самых первых игр у вас была GTA San Andreas. Да. Вот. Также напомните, пожалуйста, все-таки еще какие были игры у вас первыми на ПК? Ну, самое первое было, это еще мы не на моем компьютере, а мы с знакомыми родителями ходили, это был Дюк Нюкем 3Д. Угу. Угу. Потом уже, когда свой компьютер появился, это был Quake 2 и Гарри Поттер, Тайная комната. Плюс одно из самых ярких из детства, это, конечно же, Они от Банджи, сейчас довольно забытая уже игрушка. Это такая аниме-стилистика, призрак доспехов, вот в таком стиле. Угу. Вот это, по сути, первое было. А дальше уже, да, там, стал популярный San Andreas, появился San Andreas и так далее, и так далее. Чем вас так впечатлил вдруг, ну, то есть, даже не впечатлил, а скорее, почему все-таки больше решились перейти потом, позже уже, как вы писали в анкете на PlayStation? Когда я переходил, вокруг все было PlayStation. У меня компьютер был не самый мощный, самые последние игры уже тянул. Плюс тогда это был год 16-й, везде было, что вот эксклюзивы Sony, там, Uncharted, все вот это, Last of Us. И как-то подсознательно было желание все-таки прикоснуться к этому миру, а потом появилась возможность приобрести консоль. И потом как-то уже и на компьютер сложно было пересаживаться. Отлично. Хорошо, перейдем к правилам нашей игры. Впереди вас ждут 15 вопросов. Сначала легкие, потом средние, потом сложные. На пятом и десятом вопросах будут низграмы и выигрыши. Это игра за 50 рублей и сезонный пропуск, соответственно. И три подсказки у вас. Это 50 на 50, помощь интернета и право на ошибку. Если все-таки подсказок у вас нету, и вы затруднете на положении и не знаете, что сделать, вы можете всегда забрать выигрыш предыдущего вопроса, чтобы не рисковать. Вот. Готовы? Да, готов. Хорошо. И для Василия Кучерука начинается игра «Кто хочет стать игромана». Первый вопрос и DLC за 15 рублей. Вот как звучит этот вопрос. К какому жанру относится серия Forza Horizon? А. Хоррор. Б. Аркадные гонки. С. Шутер. Д. Квест. Ну, конечно же, Forza Horizon это аркадные гонки. Ответ Б. Это правильный ответ. Второй вопрос. Как обычно называется 3,5-мм штекер для наушников? А. Худой Стив. Б. Большой Боб. С. Хлипкий Антон. Д. Миниджек. Да, все варианты прекрасны, но все-таки это миниджек. Ответ Д. И это правильный ответ. Третий вопрос. Что такое пинг? А. Время отклика сервера. Б. Жанр игр, схожих с идол. Кликеры. А. С. Игровой режим в PUBG. И. Д. Аббревиатура. Часто используемая в игровом чате. Ну, пинг — это время откликать сервера. Ответ А. Правильный ответ. Продолжаем. Четвертый вопрос. В честь какой природной зоны геймеры сократили название War Thunder? А. Пустыня. Б. Тундра. С. Степь. Д. Субтропики. Ну, ожидаем. Легкий, конечно, вопрос. Б. Тундра. Тысяча единиц военной техники. Все дела. Это правильный ответ. Пятый вопрос, который при правильном ответе принесет вам игру за 50 рублей. Наш первый низграмный выигрыш. Прототипом какого города стал город Лос-Антез из GTA V? А. Вашингтон. Б. Лос-Анджелес. С. Нью-Йорк. Д. Майами. Это, конечно же, Лос-Анджелес. Ответ Б. И это правильный ответ. Конечно же. Расскажите мне, пожалуйста, вернемся к жанрам соус-лайк, раз уж вы в этом очень даже сильны. За какой класс вы больше любили играть в серии Dark Souls? Ну, я всегда по стандартам рыцарям иду. То есть, я не очень люблю магию. Хотя, в том же, например, Dark Souls 2 как раз я магию проходил, вот, какого-то из последних разов. Там надо было быстрее добить ачивки, и, как я понял, с магом было это легче. И, да, оказывается, магия, если научиться пользоваться, она прямо будет. Ну, еще самураи, вот, за последних игрок самураи появились, в том же Elden Ring. Ну, там тоже прикольно. То есть, после Bloodborne, например, было интересно более старой части соуса проходить именно на скорость, на перекатах. Потому что они на это, ну, не сказать, что были сильно рассчитаны. Вот, кстати, вы, как игрок, все-таки, соус лайков, объясните, пожалуйста, почему так все в последнее время стало популярно добавлять самураев? Начиная от Shadow DightWise, заканчивая, вот, Neon, там, и еще какие-то вот игры скоро выйдут. Это очень интересный вопрос, даже для меня, если честно. Потому что, вот, E3, не помню какого года, как раз-таки, где анонсировали Sekiro. Там же анонсировали сразу же продолжение Nioh на Sony конференции. Плюс показали Ghost of Stushima, впервые, то есть, три самурайские игры подряд. Это прям... Да. Вопытный вопрос. Это, по-моему, есть мини-змея память, 17-й год был. Или 18-й. Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, если кто знает точно. Да, напишите, да, у Саши 17-й. Я помню, что на следующий год вышел Death Stranding, это все, что я помню. Понятненько. А какие игры в 2022-м из новинок не Souls-like вы пробовали играть? Оф. Ну, тут сложновато, потому что... Но новинки вы, наверное, не покупаете вообще, да? Только вот какая-то Souls-like игра выходит, куплю-ка я, пожалуй, да? Я, наверное, новинки покупаю, просто как-то в 2022-м году с ними особо не задовольствует. То есть я вот хотел Ragnarok попробовать, но так и не дошли руки Horizon новый. Поэтому тут даже, наверное, не отвечу. Я все-таки больше бэк-коди сейчас разбираю. Из последнего я вот на Switch купил Nier Automata. О, и как? Ну, пока нравится. Плюс, опять же, это единственная версия, где официально русский язык. Это тоже довольно странное решение. Ну, типа, да, на прежних тех платформах нам не было русского языка. На Nintendo, пожалуйста, мы добавили русский. Да. Наверное, с мододелами связались, такие, типа, давайте русификатор туда спикнем. Возможно, да. Ну, потому что, потому что с какой-то стороны, окей, ПК, можно добавить русификатор на консолях. В принципе, тоже можно, но это надо ломать всю систему PlayStation и Xbox в том числе. А вот на Nintendo ты никак не добавишь вообще. Тебе придется как-то договариваться с разработчиками. Ну, Nintendo тоже ломаются. То есть, у меня есть знакомый, у которого ломаная Nintendo Switch. Но у него такая версия именно базовая и одна из первых именно ревизий. Они вроде легко взламывались. Туда тоже можно пиратские ставить, тоже пиратские переводы есть. Хорошо. Двигаемся дальше. Шестой вопрос, который приправленный на ответе, принесет вам DLC за 80 рублей. Вот как звучит шестой вопрос. Я готов. Какой проект победил в номинации Игра Года 2022 на церемонии игр The Game Awards 2022? А. The God of War Ragnarok. Б. A Plague Tale. Requiem. С. Stray. Д. Elden Ring. Ну, вот собственно и он. Я болел за Рагнарёк. Все-таки больше, наверное, в пик Elden Ring. Но победил именно Elden Ring. Ответ да. Ответ принят. Быстрый и чёткий ответ приносит вам DLC за 80 рублей. Ура. Хорошо. Седьмой вопрос. Продолжаем. Но перед тем, как я задам сам вопрос, перед началом, традиционно уже ставшее в нашем проекте, вопрос с изображением. Какая игра продемонстрирована на данном скриншоте? А. Far Cry 5. Б. Watch Dogs. С. GTA Online. Д. Call of Duty Cold War. Ну, так получилось, что я во все эти игры играл, и как минимум к двум или к трем она подошла, эта картинка, но это всё-таки Far Cry 5. Ответ А. Играю Ubisoft. Окончательный ответ? Да, это окончательный ответ. Ответ принят. Откуда он это знает? Правильно! Я как раз-таки в этом году платинов не выбивал. Нам ждет лучшая факера, которую выпускал в Ubisoft. Ответ. Неплохо идем. Слушайте, вот вы как владелец Nintendo, у меня такой вот интересный вопрос. В последние годы мы очень часто видим, как достаточно уже старые игры для нашего времени, которые, ну, для игроков, которые играли в них, там, лет 5-6 назад, они переиздаются, собственно, на Nintendo Switch. Да. Как вы думаете, переиздание столь... Ну, как бы не переиздание, перевыпуск уже на другую консоль спустя очень длительное время расширяет кругозор игроков или нет? Потому что, допустим, вот, я бы не сказал, что, допустим, в европейской части земного шара, да, слишком много юзеров Nintendo Switch, нежели это в Азии. Как вы считаете? Ну, нет, в Европе, я думаю, всё-таки популярно. Тут, если говорить о России, у нас Switch довольно непопулярен. А вот если смотреть Европу, Америка, там эта консоль прямо в ходу. То есть, знаете, вот был недавно смешной момент, когда брали интервью у Брэндона Фрейзера, и он буквально, там, тоже по видеосвязи, по скайпу, он такой, типа, стоп, и он сидел, что-то залипал в Switch, что-то делал. Он такой пальцем показал, типа, подожди минутку, что-то доделал, убрал, только тогда началось интервью. То есть... Да, это буквально вот недавно было, там его позвали, как, типа, на специального гостя, так как он снимался в одном из отличных фильмов 22-го года «Кит». Да, да, вот «Кит» его карьеру хорошо поднял. То есть, вот были на карантине Switch, там даже не Switch, а Animal Crossing, New Horizon, она там выстрелила. То есть, были случаи, когда Ивайджи Вуд кому-нибудь на остров заходил, или там Дэнни Трэхо фоткается, такой брутальный мужик со Switch'ом и с мультяшной игрой. Но, если бы поговорить про старые игры, это скорее расширяет, да, фан-базу, я думаю, именно самих игр, потому что некоторые игры, ну, именно что могут быть забыты на старых платформах. То есть, например, все-таки, насколько я знаю, вот, выпускала недавно «Зельду Skylads World», сама Nintendo, переиздание с Wii, и вроде как она на Wii продалась и неплохо, но все равно она считалась не особо успешной. Плюс там было управление завязано только на моушн-контроллере движениями. То есть, а сейчас можно, например, спокойно на кнопках управлять, потому что сделали такой режим управления. Нет, я просто к чему веду? Сейчас такая вот, знаете, мини-дискуссия, да? Просто смотрите, я как бы сам Nintendo Switch в него ни разу не играл. Но сколько я не читаю информации в интернете, когда, типа, какую-то игру портируют на Nintendo Switch, я сижу такой и думаю, блин, в Nintendo Switch достаточно мало места, а игры эти достаточно увесистые. Взять, допустим, тот же Ведьмак, да? То есть, тебе, чтобы установить весь Ведьмак со всеми дополнениями на Switch, тебе нужно очистить практически всю консоль. Нет, ну они там ужали довольно сильно, она вроде не так много весит. То есть, даже в каком-то обзоре говорю, что порт Думы Тернул на Switch весит больше, чем Ведьмак с открытым миром. Это зависит, собственно, искусство портирования, оптимизации. А как думаете, а тогда как думаете, Steam Deck, допустим, сейчас вот вышел, да, он обыгрывает тот же Nintendo Switch по технической составляющей? Технически очевидно, он мощнее, потому что на нем и Elden Ring спокойно запускается, и прочие современные игры. То есть, есть ли шансы у Steam Deck точно так же массово выстрелить лучше даже, чем Nintendo Switch? Потому что, да, раскупали достаточно быстро консоль. Да, раскупали быстро. Шанс есть, но, опять же, сам Steam Deck не держал руках, служу по обзорам. Насколько я понял, она не особо подходит под понятие портативно, потому что, ну, она именно Red Deck, она почти как вот ноутбук 15-дюймовый, насколько я понял, в ширину, она весит 700 грамм, но не каждый такой с собой будет, так сказать, именно в повседневной. То есть, например, если ты куда-то летишь или едешь на поезде, да, это идеально, но вот, например, если тебе нужно выйти буквально там, ну, ты едешь на работу, и пока едешь, именно, играешь, то, я думаю, ты не будешь с собой носить Steam Deck, в этом плане Nintendo Switch выиграет, потому что он весит 200-300 грамм. Это вот хорошая штука именно для каких-то дальних переездов, перелетов, но именно в повседневности, я думаю, это будет именно тоже, простите, такое сравнение, концов, чтобы сходить в уборную. Хорошо. Ну, я думаю, дальше Valve будут все равно развивать, как-то... Ну, это понятно. Да, компоненты каждый год уменьшаются, что мы видим на примерах телефонов, я думаю, через год-два будет более портативной версии, и тогда, да, она может прям в хорошую борьбу вступить. Хорошо. Восьмой вопрос, который при правильной ответе вам принесет уже игру за 300 рублей. Все три подсказки на месте, и вас это должно радовать. Итак, вот как звучит восьмой вопрос. С какого юнита падает эгита бессмертного в Дота 2? А. Рошана. Б. А. Вождя Големов. С. Большого Красного Дракона. И. Д. Вождя Троллей. Я боялся вопросов по Доте. Ха-ха-ха. Серьезно? Я никогда не играл в Доту, и это вот моя слабая меса. Я смотрел прошлые выпуски, там было по Геншину и по Доте, и я думаю, дай бог. А. Давайте, наверное, сразу, чтобы не эту подсказку используем. Какую? Давайте помощь интернета, я думаю, это будет надежнее в этой ситуации. О-о-о-кей-юшки, участник берет у нас подсказку «Помощь интернета». Сейчас вы должны переключить демонстрацию экрана, чтобы наши зрители видели, что, все честно, вы набираете запрос в интернете. По моей команде 30 секунд я вам дам отчет, и после этого вы начнете набирать запрос в интернете. Если вы нашли ответ раньше, вы просто мне скажете «Стоп», я остановлю время. Готовы? А. Да, готов. Тридцать секунд начинаются сей-час. А. Так. А. Ну, все, все, я уже вижу. А, хорошо, да. Вы нашли запрос в интернете. И какой же все-таки у вас ответ? Ну, интернет, когда я ввел виды бессмертного показания Рошана, и больше никого из представленных здесь, поэтому будет ответ «А, Рошан». Окончательный ответ? Да, это окончательный ответ. Ответ принят. Интернет помог вам! Это абсолютно правильный ответ. О, слава богу. Хотя самое смешное, что из всех представленных имен я, собственно, знал только имя Рошана и думал, если что, сказать его наугад. Да, если кто-то не знал, дорогие друзья, в Доте 2 каждый юнит имеет свое имя. Вы не думайте, что это просто там человечки бегают, вы их лупите все, и 60 минут, а то и более. Когда ты играешь, так и кажется. Потом тебя поправляют. Это точно. Девятый вопрос. Приправленный ответ принесет вам игру за 500 рублей. И осталось тебе подсказки. Право на ошибку и 50 на 50. Какая игра из перечисленных игр не является визуальной новеллой? Так, ну, точно, Tiny Bunny точно новелла хоррорная, Everlasting Summer, Бесконечное Лето тоже. Ну, вообще, получается Инсайд, потому что Инсайд, насколько я помню, это платформер от Playdead. Такой монохромный, нуарный, мрачный. Поэтому не буду затягивать, скажу ответ Б Инсайд. Окончательный ответ? Ну, за Эфин игру я вообще не знаю, поэтому предположу, что скорее она визуальная новелла, потому что я в них почти не играл. А Инсайд, ну, я вроде даже играл, поэтому, да, Б Инсайд, это окончательно. Ответ принят. Я удивлен. В Бесконечное Лето вы не играли? В Бесконечное Лето я играл. О, боже мой. Помню, есть два Гришка за душой, это Бесконечное Лето и Доки Доки, и Литературный Куб, потому что в какой-то момент все зафорсили. О, боже. Что? Зачем вы мне сейчас сказали про Доки Доки? Ладно, да, Инсайд, это абсолютно правильный ответ. Я помню еще, где-то было, что там саундтрек на черепе играли, что-то такое. Нормально так. Сейчас будет десятый вопрос, сезонный пропуск, второй несгромый выигрыш в нашей игре. Две подсказки вы сохранили, и это... С какой-то стороны для вас хорошо, для меня это не очень, потому что вы все выше и выше взбираетесь вверх. И у вас есть все шансы, и у вас еще есть все шансы дойти до нашего главного приза, который на минуточку еще никто не выиграл, дорогие друзья. А если вы сидите сейчас на диванчике, смотрите этот выпуск, кто хочет стать игроманом, вы так не выиграете игры. Вы должны просто подать заявку в нашей группе ВКонтакте, в группе в Steam или в канале Discord, и вы уже автоматически в нашей игре. Хорошо. Десятый вопрос. Сезонный пропуск. В какой стране находится основной штаб компании Критек? А. Англия. Б. США. С. Германия. Д. Франция. Так. Это хороший вопрос, но я подозреваю, что я все-таки знаю на него ответ. Мышкой не щелкаем, я слышу мышку. Нет, это... Ну, насколько я помню, когда в каком-то Крайзисе была промо-компания, упоминалась именно Германия. Поэтому... Что за промо-компания, интересно? Ну, я трейлеры или что-то смотрел, это уже было после выхода Крайзисов, всей тревоги я как-то поздно наверстывал. И иногда даже натыкался на всякие ролики. И вроде я слышал именно про Германию, поэтому я, наверное, даже не буду затягивать тратить подсказки, потому что тут я, наверное, уверен. Поэтому ответ С, Германия. Окончательный ответ? Да, окончательный ответ. Ответ принят. Какой у нас достаточно рисковый сегодня участник. Я прям давно не видел столь быстрых ответов в пункте с 6 по 10. После Крайзиса у них был, скорее всего, если уж говорить после Крайзиса, в Power Face. Могли представлять, да, они представляли тогда, скорее всего, если я точно не путаю, они тогда представляли режимы операции, которые вышли уже в 14-м году. Там, что-то, Чернобыль, Марс, там и так далее, неважно. Я слышал, но не знаю, как... Да, и основной штаб компании КрайТек находится... В Германии, правильный ответ. Вот память, память не подводит. В общем, двигаемся дальше. У меня такой вот вопрос. Вы же на компьютере пробовали играть в Dark Souls-ные игры с клавиатуры? Каково это вообще? Я с этого начал. Я когда знакомился с первой Dark Souls, я играл именно на клавиатуре. И это вообще случайно вышло. Это мы в колледже сидели, писали курсовую работу. Я увидел у кого-то на соседней парте ноутбуки, запущенный в Dark Souls. Я такой, а что это такое? Он говорит, Dark Souls? Я говорю, а это та сложная игра, которая все это? Он говорит, да, это она. И он играл тоже на клаву мыши. Я смотрел, мне заинтересовало. Геймпада у меня тогда вообще не было, консоли их подавно. В общем, играл, собственно, на клаву мыши. Это было очень странное ощущение, учитывая то, что я трижды прошел первую часть. Еще и без, кто знает, DS-фикса, который фиксит мышку и камеру. То есть, вот, какой я выпустили японцы, на такой я играл. Это очень странный экспириенс, но это... Слушайте, нет, это не очень странный экспириенс. Очень странный экспириенс проходить в Dark Souls, играя ногами на синтезаторе. Вот это самый странный экспириенс. На Твиче таких много было. На чем только не проходили уже Dark Souls. Я просто почему спросил, если вдруг вы не знаете, дорогие друзья, Souls-like жанр подразумевает, рекомендует играть с геймпада. Поэтому я, как у, скажем, мастера по Souls-like играм, которые только что выпил жидкость из кружки Dead Space. Вот. Я вот у него решил спросить. Двигаемся дальше. Одиннадцатый вопрос, который при правильном ответе поднесет вам уже игру за тысячу рублей. Если вы неправильно ответите, приз десятого вопроса вы все равно уже не потеряете. У вас до сих пор две подсказки. Поехали. Сколько лет держался рекорд в 9 секунд прохождения самого первого уровня оригинального Doom? А. 10 лет. Б. 14 лет. С. 18 лет. Д. 20 лет. А вот это прям... Засада. Да... Давайте, наверное, сразу 50 на 50 используем, потому что я уже примерно... Единственное, что, слушай, вроде этот рекорд совсем недавно побили, и то я могу ошибаться. Но когда он был установлен... Нет. Давайте 50 на 50. Хорошо, игрок берет подсказку в 50 на 50, и мы выбираем два неверных варианта ответа. Либо 18, либо 20 лет. Собственно, да. Ладно, играть так играть, давайте... Давайте, наверное, все-таки и вторую подсказку с пользой, потому что я не уверен. Хоть и даже с такими шансами. Справа на ошибку давайте. Не, а к чему вы больше склоняетесь вот перед тем, как вы уже знаете? Ну, там три проблемы, что тут не такой большой разбег. Вот если бы был разбег, например, к 9 и 20, то, наверное, я бы все-таки к 20 больше был, потому что, мне кажется, этот рекорд установили давно. А вот 18-20 это уже на тоненькое. Но тут все-таки... Ну да, тут уже сложные вопросы. Тут уже сложные вопросы. Хорошо. Давайте используем. Право на ошибку, да? Да, давайте. Игрок берет подсказку право на ошибку, и ваш первый вариант. Ну, давайте 20, раз я на него изначально смотрел. Ответ принят. Рекорд был побит на одну секунду. То есть, стал 8. Побит он был... Спустя 20 лет. Откуда не сказать. Ну, ладно. Да, однако. Немного обидно, конечно, да, что думал на 20 и следил подсказки. Ну, ладно. Все-таки это игра. А вот и финальная сирена, которая ознаменует тем, что сегодняшний выпуск нашей программы подошел к концу. Ваша игра продолжится в следующем выпуске. Вы остановились на... 12... Сейчас будет, ну... Звучал бы сейчас 12 вопрос, но он прозвучит уже в следующем выпуске нашей программы. Дорогие друзья, а если вы хотите также принять участие, как и наш участник, не забывайте подавать заявки, и вы автоматически в нашей игре. Помните, чтобы вам было 16 лет только, и вы были из Российской Федерации. Вот и все. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Александр Моженок, и наш участник. Увидимся с вами в следующей игре. Кто хочет стать игроманом. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok